Привет друзья, с вами компьютерный портал f1cd.ru. Предлагаем вашему вниманию обзор смартфона Wexler Zen 5. Размеры глянцевого пластика корпуса устройства составляют 142 на 72 на 8,2 миллиметра. Задняя панель переливается разными цветами, а все торцы опоясывает серебристая кайма. На лицевой панели находится сенсорный экран диагональю 5 дюймов, решетка разговорного динамика, датчики освещения приближенности, фронтальная камера 2 мегапикселя и три сенсорные кнопки с подсветкой. На боковинах разместились регулятор громкости и кнопка питания. Верхняя грань несет на себе порт microUSB и разъем для наушников. На нижнем торце находится отверстие микрофона. На обороте смартфона, кроме камеры со светодиодной вспышкой, есть лишь решетка динамика и логотип бренда. Под задней панелью наличствуют два слота сим-карт, один выполнен по стандартному мини-сим, а другой microSIM. Сбоку примастился слот для карт microSD. Смартфон Wexler Zen 5 работает под управлением Google Android 4.2.1 и оснащен быстрым четырехъядерным процессором Mediatek MT6589T с тактовой частотой 1,5 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ, а внутренний 8 ГБ, из которых пользователю доступны около 4. Из Google Play мы загрузили мобильный браузер Google Chrome, который хорошо справился с показом веб-страниц и графики. Angry Birds Star Wars 2 на четырехъядерной платформе шли ожидаемо хорошо. Сложно не справиться с простенькой двухмерной игрушкой при такой-то начинке. Поддержку трехмерных игр мы проверяли в SoulCraft и Dungeon Hunter 3. С первым приложением чипсет справился без проблем, а вторая игра на подгрузках звуков и моделей местами подтормаживала, хотя основная масса геймплея была плавной. Из беспроводных модулей на борту смартфона имеются Wi-Fi BGN, Bluetooth 4.0 и GPS. Скорость работы Wi-Fi мы измеряли при передаче файлов в локально зашифрованной сети и получили около 11 Мбит в секунду при приеме и 12 Мбит в секунду при отправке данных с картой памяти. Смартфон оснащен дисплеем диагональю 5 дюймов на базе IPS-матрицы разрешением 1920 на 1080 точек. Экран выполнен под технологию OGS, поэтому отличается не только хорошей цветопередачей яркостью, но и уменьшенной толщиной. К тому же практически отсутствуют черные полосы между дисплеем и краями рамки. Тыловая камера делает снимки размером 4096 на 3072 точки и записывает видео с разрешением Full HD. А фронтальная, кроме собственных видеозвонков, умеет снимать фото размером 1600 на 1200 точек. При циклическом проигрывании ролика 480p со включенным Wi-Fi и на максимальной яркости подсветки экрана, смартфон продержался около 7 часов. Зарядка аккумулятора заняла примерно 3 часа 40 минут. Несмотря на марки грянцевый пластик задней панели, Wixler Zen 5 смотрится выигрышно за счет отличного экрана, выполненного потонка технологии, ведь именно дисплее является визитной карточкой любого смартфона. Некоторым недостатком можно считать малый объем встроенной памяти для пользовательских данных, но это поправимо картой microSD. Модули Wi-Fi и скоростной процессор удовлетворяют практически все нужды пользователя, особенно удобно на смартфоне серфить по интернету и смотреть видеоролики. Рекомендованная цена модели на момент тестирования составляет 10 990 рублей. Обзоры смартфонов и последние новости по теме читайте на компьютерном портале f1cd.ru в разделе мобильные технологии.